Пожар разгорелся в одном из частных домов села Карамур Южно-Казахстанской области. Примерно в 10-м часу ночи огонь не на шутку разбушевался в жилом строении. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло совсем неожиданно. И разнеслось с неимоверной скоростью. Потолок, крыша и все имущество в одной части поглотило пламя. До приезда огнеборцев владелец дома и соседи своими силами пытались потушить огонь. Но усилия были потрачены впустую. К прибытию на место происшествия огнеборцев ничего ценного уже не осталось. Огонь беспощадно уничтожил все имущество. Минувшей ночью дорожно-транспортное происшествие произошло на пересечении Тамерлановского шоссе и Алматинской трассы А2. Авария с участием грузовика и легкового автомобиля марки «Мерседес» произошла примерно в 11-м часу ночи. По словам очевидцев, автовладельц «Мерседеса» двигался по Алматинской трассе со стороны отделения «Коммунизм», пытался пересечь перекресток на запрещающий знак светофора, но задел легковушку «Тойоту Камри». Пытаясь скрыться от ответственности, водитель «Мерседеса», не справившись с управлением, влетел под грузовик. Ну, я спал, отдыхал, заснул, с дороги устал, приехал на выгрузку, ждал время утра. Утром меня должны были выгрузить, но только уснул, удар. Ну, после чего тут много народу было. Убрали машину, оттолкали. Бежал, да? Да, скрылись с места ДТП. На этом водитель «Мерседеса» не остановился. По словам водителя грузовика, двое молодых парней, находившиеся и управлявшие «Мерседесом», один из которых с окровавленной головой, выбрались в софто и скрылись с места происшествия. Люк колодца на пересечении улицы Байтурсынова и Иляева все же приварили. К большому сожалению, кардинальным действием с луком способствовало немногочисленные жалобы и просьбы местных жителей и автовладельцев о дорожно-транспортное происшествие с участием их ковушки. Примерно в 9 часов утра молодой парень, двигаясь на своем авто, наехал левым колесом на люк, и машина его буквально провалилась в колодец. В 15-9 ехал на работу, загорелся красный, только зеленый загорелся, тронулся, метр 15 лет, у меня машина приподнялась, на голову удалился. И вот сюда в сторонку припарковался, смотрю, у меня там дверь была, все, дорог помялась, и люк открытый стоит. Потом я его, люди пушли, закрыли, и вот машины проезжали, там, наверное, вот, и вот минут 10-15 приехали, и сразу два. Спустя полчаса на место дорожно-транспортного происшествия прибыла коммунальная аварийная служба и устранила играющую в крышку люка с помощью электросфархи. Автовладелец намерен подать заявление в суд на ответственных лиц и взыскать материальный ущерб. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова